Перевести станцию в боевой режим. Эту команду они отрабатывали сотни раз. Новейшие радиолокационные станции выходят на боевое дежурство. Позади месяцы тренировок, десятки зафиксированных целей. Зона ответственности северо-восточное направление. Дальность обнаружения станции до 6000 километров. Разведку производится от Гренландии до Японии. Сама радиолокационная станция удалена от границы. Сибирская глубинка, но географически почти центр государства. Неприметный комплекс зданий скрывает мощнейшее оборудование. Систему антенн, локаторов, засекреченных приборов, позволяющих заглянуть далеко за горизонт. Мы находимся в самом сердце радиолокационной станции. Впрочем, если точнее проводить аналогию с человеческим организмом, то это скорее глаза и уши. Сложно объяснить, как все здесь работает, но с помощью этой аппаратуры военные могут видеть, буквально видеть все, что происходит в атмосфере и космосе за тысячи километров отсюда. Сеть подобных станций была развернута еще в Советском Союзе. После распада страны часть объектов оказалась за пределами России. Многие из оставшихся были попросту демонтированы, так как противоречили договору с Соединенными Штатами об ограничении ПРО. С тех пор, как США вышли из программы и договор утратил силу, радиолокационные покрытия начали восстанавливать. Новые станции гораздо проще и экономичнее, но способны разглядеть любую угрозу. Космические объекты, баллистические ракеты, минимальный размер космического объекта, который позволяет определить радиолокационная станция в размере примерно теннисного мяча. Система раннего предупреждения рассчитана так, чтобы на оценку обстановки оставалось как можно больше времени. Мгновенное оповещение, мгновенная связь со штабом и принятие ответного решения. Охват максимальный. Если посмотреть на схему РЛС на карте, то станет видно, что сеть станций будто гигантскими щитами прикрывает страну со всех направлений. С сегодняшнего дня на боевое дежурство заступает еще три. Это РЛС в Орске, Барнауле и здесь, в Енисейске. Границы России теперь просматриваются со всех сторон. Дмитрий Толмачев, Сергей Буркиев, Александр Ткаченко. Первый канал. Красноярский край. Дмитрий Толмачев, Сергей Буркиев.